Друзья, приветствую вас на канале Ходит Варгеймер, с вами Ромка Хоббит и сегодня у нас с вами очередная распаков очка. К нам обратился Рустам с YouTube канала Print Your Hobby, который базируется в замечательном городе Казани. Предложил напечатать что-нибудь и чтобы мы это рассмотрели у себя на канале. Ссылочки на его YouTube канал будут в описании к этому ролику. Я отправил Рустаму несколько из телек, которые были у меня прям в топ-листе, скажем так. Ну а что пришло и в каком качестве, сейчас мы с вами и посмотрим. Ну что, вот она у нас коробочка, вот он ножик. Давайте распечатывать. Здесь Рустам очень пометил правильно. Осторожно, хрупкая, специально, видимо, у него есть лента. Ну, по крайней мере, я на канале не увидел, что он другие посылки абсолютно так же оборачивает. Это правильно, но посмотрим, как оно упаковано внутрь и снаружи уже явно. Зачет. Осталось поглядеть, чего там у нас, чего там у нас в содержимом. Так, а тут у нас... Тут у нас... Пупырка. Пупырка. Так, ну как, так прям щедро. Могу сказать, что щедро пупыркой так проложено. Листами прям, ну, слоями, скажем так, слоями внутрь листов все упаковано. Так, внизу здесь вот большая штука. И даже, и даже здесь еще вот такой вот, ребята, поролончик. И все, и все. Сейчас будем, сейчас мы с вами будем попырку разворачивать. Здесь у нас с вами есть базы. Базы. Так, интересно. Вообще, Рустам, мне собирался разное, разное всякое прислать. И то, что я попросил, и то, чего я, в принципе, не просил. Что-то у него там где-то оставалось. Так, можем с вами оценить базы, которые напечатаны... Я не помню, как это называется. СЛА, что ли, принтер, как-то так. Ну, в общем, он... Это не фотополимерный принтер. Просто печатает нагретым пластиком. Вот такая вот история. Такие вот базы. Здесь, кстати, очень-очень такая поверхность ровная. Это прикольно. А с этой стороны такая текстура. Ну, понятно, у всего 3D-печатного на таких принтерах у него вот такая вот есть такая вот слоистость. Такая вот, можно сказать, лесенка. Но здесь вот интересно, кстати, что с ней можно сделать. Сами эта база довольно прикольная, кстати. То есть, я могу сказать, что мне нравится вот это вот... Мне нравится то, что здесь ровная поверхность. То есть, это уже зачет. А боковины, чем-то нужно их обрабатывать. Я сейчас не могу сказать, чем это делается. Вот, поэтому отложим пока этот вопрос. Давайте посмотрим, вот как вот я их доставал, так и будем смотреть. То есть, здесь вот есть вот такой вот сверточек. В нем... Ага, Рустам про это говорил. Здесь у нас ролики. И это ролики текстурные. Вот такие вот здесь у нас с вами... Ну, надеюсь, все понимают, зачем это нужно, да? То есть, вы раскатываете какую-то массу и по ней прокатываете текстурным роликом. И у вас получается, соответственно, что-то. Что-то, либо это, я так понимаю, какой-то кирпич или каменная кладка, типа крепостная стена или что-то такое. Здесь у нас с вами один вид кирпича. Ну, тоже как вот какое-то подземелье, как будто бы, да? Вот, если представить, как он отпечатается. И здесь, мне кажется, что это доски скорее. Да, да, да. То есть, тут какая-то типа деревянная текстура. Вот. А здесь... А здесь я даже не знаю, что это, честно говоря. Как будто бы... Как будто бы камни какие-то. Вроде бы камни, получается. Честно говоря, сейчас под рукой нет чего-то такого для раскатки. Но, тем не менее, просто если оценить качество, то качество отличное. Вполне себе на уровне текстурных роликов, которые я видел. Поэтому здесь вполне себе, вполне себе. Скажу сразу, здесь будет секретная вещь, которую я не хочу палить. Так, да, здесь, видимо, два персонажа, как мне кажется. Как будто бы здесь два персонажа. Сейчас. Я пока отложу. Открою большой сверток и потом поменяю... Поставлю камеру под другим ракурсом и будет вам получше видно. И здесь у нас, ребята, для гвардии. Тема для гвардии это... Уф. Кстати, очень хорошо упаковано. И тут и пупырки, как видите, да? Уже заметили, наверное. И здесь еще такой вот пакет. Прям толстый. Толстый, плотный пакет. Все очень хорошо запечатано, заклеено. И огромное количество деталей. Это, ребята, Мантикора. И я уже даже с виду могу сказать, что у нее все отлично. Но мы сейчас с вами будем детали смотреть вблизи. Дальше у нас с вами ролики. Валики. Не знаю, назовите, как хотите. У них, кстати, по центру есть отверстие. Но это для того, чтобы вообще их... Они не были такими тяжелыми, на самом деле. Они достаточно легкие. Вот. И есть у меня аналоги от Green Staff. Такие вот, видите, валики. Чем... В чем отличие? То, что здесь у этих валиков, роликов, у них достаточно гладкая внутри структура. Гладкая поверхность, как вы можете видеть. Смотрите. Видите, гладенькая. Потому что мы же с вами понимаем, что все-все-все будет отпечатываться на нашей массе, на глине, или на Green Staff, или на чем-то таком. А вот этих вот роликов, у них есть недостаток, как по мне, один. Вот на свету, если увидеть, посмотреть, остаются такие вот полоски. И вот эти вот полоски, они прям тянутся, тянутся на протяжении всей вот этой вот, да, валика всего этого ролика. Скалки. И получается, что оно тоже будет отпечатываться. Поэтому изначально, ну, после того, как мы это сделаем, нам нужно будет сгладить. Нам нужно будет сгладить вот эти камушки, которые у нас появятся. У этих 3D-печатных такой проблемы нет. И я считаю это большим плюсом. При этом они достаточно короткие. Вот тут, кстати, минус или плюс, я не знаю. Но все равно, если делать какую-то прям стены какие-то, да, фигачить, замки там строить и прочее, вам, конечно, нужны будут побольше ролики. Но я так понимаю, что их можно будет стыковать. Или, может быть, где-нибудь в блендере там себе их побольше напечатать, например, подлиннее, да, копипейс сделать и напечатать себе высокий, например, длинный, длинный ролик. И дальше у нас с вами, ребят, есть миниатюры, скажем так, пешие. Я не хочу вам спойлерить всю эту историю, потому что я хочу с ними сделать ролик. Мы с вами посмотрим несколько деталек, чтобы чисто так вот показать вам качество. Вот у нас тут есть, например, такая вот деталька. Это что это у нас с вами? Это низ, это бедра. О, попка даже есть. Вот, в принципе, я что-то такого прям тут не вижу, лесенки не вижу. Все очень, ну, прям, разрешение прям, дай бог. Вот, все прям, все очень гладенькое, все очень сладенькое. В общем, ребят, я считаю, что бомбическая просто детализация. Я не вижу каких-то особо косяков. Даже мельчайшие детали, например, да, вот, черепа висят на цепи, да, то есть это все прям, прям бомбически, бомбически выглядит. То есть пропечатано очень хорошо. Ну, и второй здесь персонаж у нас тоже довольно интересный. Вот, целиком его показывать не буду, друзья. Здесь есть вот такое вот оружие, например, его. Мне даже такие тонкие предметы, да, видите, в кадре очень сложно показать. Наблюдается, конечно, перекос оружия небольшой, но прям совсем крохоту лично. То есть он, в принципе, не будет заметен. Ну, ГВ, на самом деле, если брать смолу их, например, перекос-то побольше бывает. То есть здесь не критично. Но есть, тем не менее, тем не менее, нельзя не отметить. Ну, и да, вот такая вот здесь история. В принципе, довольно, довольно хорошо все пропечатано. То есть в плане детализации прям норм, то есть как и у предыдущей абсолютно модели. И вот она, Монтикора. Монтикора, здесь много деталей. Это миниатюра от Redmakers. Вот, сбираются они, ну, как-то так. Здесь я... Здесь у меня что-то не вставляется, но если у меня что-то не будет вставляться, в данном случае я просто... Да нет, вот плотненько как-то так с нажимом, но вставилась. Здесь вот просто надо будет защистить, видите, поддержки. Здесь, в принципе, при сборке, видите, все будет довольно ровно. Что меня, конечно же, ну, смущает то, что нужно очень много суперклея для техники. Для техники нужно очень много суперклея. И это прям... Я не люблю работать с суперклеем, вот честно. Вот мне и запах не нравится, ничего, короче. Пальцы склеиваются и прочее. Вот, это вот, видите, это база. А к ней идут шасси, гусеницы. И здесь все довольно просто собирается. Здесь вот так вот, оп, объединяется все. Здесь очень хорошо все вставляется. Замечательно, плотненько. Здесь почему-то, сверху почему-то поддержки. Могли бы снизу сделать эту историю, и здесь можно бы даже не шлифовать. А сверху, ну, уже надо шлифовать, понятное дело, да. То есть здесь вот эти вот точки. Но они неизбежные, это вот, к этому нужно привыкать, если вы собираетесь работать с 3D печатью и всяким таким. Вот. Ну, и здесь тоже собираются достаточно просто гусеницы. Мне нравится, что гусеницы из четырех кусков буквально. Это довольно просто. Это не по одной штучке собирать, как Genstruck Shop нам предлагает в своих наборах. И вот так вот у нас все самечек. И собирается. А вот здесь вот, кстати, косяк, но уже от RedMakers. Здесь вот эта вот деталь, она просто не подогнана. Видите, здесь очень сильный получается разрыв. И, ну, здесь как-то приходится просто выравнивать, чтобы оно и там было чуть-чуть, и там чуть-чуть. А не, ну, сами понимаете, когда работаешь с суперклеем, очень сложно такую вот вещь взять и выровнять. Ну, здесь, скорее всего, будет такой вот зазор. Ну, что делать? Зато модель сама по себе достаточно прикольная, классная. И ракеты, четыре ракеты в комплекте, они собираются вот таким вот образом. Здесь я, опять же, каких-то косяков я не вижу. Все поддержки, все следы от поддержек во внутренней стороне. Вот этих вот штучек. Половинок ракеты. И, в принципе, довольно круто смотрится. То есть такая вот альтернативная Монтикора. Четыре ракеты. Это и еще специальный лафет. Да, кстати, на базу еще вот такая вот нахлобучка здесь. Вот так вот она. Так вот будет выглядеть непосредственно база. Ну, и гусеница еще потом. Блин, надеюсь, у меня что-то уже отломилось, да? Отломилось. Ну, это в любом случае все будет идти на суперклей, поэтому... Это не суть важно. Ну, просто вот сами по себе, я говорю, Red Makers, они вот как-то так... Какие-то у них спорные есть решения в сборе, но модель сама по себе красивая. Опять же, повторюсь, это самое главное. Василис в сборе выглядит вот таким вот образом, если говорить о миниатюрах Red Makers. Да, здесь нету главного оружия, и здесь нету вот этого вот специальной площадки для бойцов, потому что я кое-что для нее придумал. Мне она сама по себе там не очень нравится, я буду ее доделать. Ну, вот модель склеенная, например, она выглядит таким вот образом. Здесь, конечно, есть косяки определенные, здесь есть зазоры и всякое прочее. Их от этого будет залепливать. Вот, не знаю, как будет с мантикорой Рустама, но я думаю, что здесь сама фишка именно в том, как модель была изначально в 3D-редакторе сделана. Я думаю, что, учитывая, что я увидел такие же зазоры здесь вот на гусеницах, я не исключаю, что все то же самое и будет. Поэтому, если смотреть по качеству, то вот, пожалуйста, все, я бы сказал, идентично. Только цвет смолы отличается, по сути. А так, смотрите, все. Ну, я своим вот опытным взором, я отличий никаких не вижу, честно говоря. Вот, поэтому, вот, можно сказать, что, ну, это было для меня эталоном в какой-то степени. Вот, я, разная печать у нас была на канале, поэтому можно сделать уже выводы, понятно, что является не очень хорошей печати, что есть хорошей. Ну, вот, я так понимаю, что вот этот вот уровень печати, да, этот на сегодняшний день, это прям топчик-топчик. Да, ребят, чуть не забыл, тест на ломкость, это важно. Ну, как сказать, давайте вот посмотрим вот эту вот глефу или что это такое. Ну, в принципе, вот, видите, гну достаточно сильно. Ну, сильнее, скорее всего, уже сломаю, потому что я чувствую, что там... Ну, что сказать, ребят, все еще смола более, более ломкий материал, чем пластик. Стоит с этим как-то смириться, но, тем не менее, ладно, здесь все склеится как бы хорошо, вот. Ну, просто не надо гнуть свои всякие мечи, копия и прочее. Что ж, друзья, на этом все. Я, честно говоря, сотрудничеством с Принчер Хобби доволен. Мне все понравилось. Качество, я считаю, на уровне. Так как я из 3D-печатных моделей покрасил всего одну за свою жизнь, не исключаю, что впоследствии у меня могут какие-то моменты проявиться, когда я буду носить краску. Здесь, ребят, уже следите за контентом, который выходит на канале, есть что-то такое у меня будет. Если какие-то миниатюры у меня будут в гайдах присутствовать, я, конечно же, обо всем вам расскажу. Но, на первый взгляд, все очень хорошо, по крайней мере, с тем, что у меня было, с тем, что мне дарили, с тем, что присылали. Могу сказать, что качество максимальное из того, что я, по крайней мере, видел. Может быть, в природе существует лучшее, я не знаю. Пока я еще не видел. Как увижу, сразу же вам расскажу. Поэтому, заходите на канал Рустама, Принчер Хобби, смотрите ролики, заказывайте печать. Все остальное уже абсолютно за вами. Как говорят англичане, it's up to you. Вас же я благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчики, пишите комментарии, досмотрите ролики до конца и делитесь ими с друзьями. Если у вас есть желание поддержать нас материально, лучше всего это сделать на нашем бусте. Там среди платных подписчиков разыгрываются каждый месяц призы. В этом месяце мы разыгрываем Комбат Патруль Темных Ангелов полностью в покрасе. Ну, а также там есть другие бонусы. Например, в честь вас я называю миниатюру своей армии, Warhammer 40 000, Asta Militarum. Ваше им будет в титрах ко всем роликам. Как сейчас, например, вы видите на экране имена этих замечательных людей, которые нас уже поддерживают на бусте. Причем многие уже длительное время. И огромное им за это спасибо, так как без финансовой поддержки канал, к сожалению, долго не проживет, загнется и все такое. Если вы хоббист любого уровня или же только планируете начать этим заниматься, приходите на наши хобби-стримы, посидеть, поболтать на разные темы, пособирать, покрасить Warhammer. И вступайте в наш чат Телеграм, где тоже сидят хоббисты, а также все увлекающиеся люди. Там очень лампово, очень любят новичков. Всегда можно туда скинуть свою работу, пообщаться с людьми на разные темы и найти единомышленников. Ну и на паблике наш тоже подписывайтесь, Телеграм, ВКонтакте, чтобы не пропускать выход новых роликов на канале. Потому что Ютуб не всегда информирует вас об этом. Что ж, с вами был Ромка Хоббит, желаю вам удачи и увидимся в новых роликах. Всем пока-пока.